Что необходимо делать, когда приходит враг? Необходимо наступать на Него, побеждать Его силой Святого Духа. Аминь. Надо на Него наступать, да еще больше. Аминь. Если враг приходит, надо переходить в наступление. Врага надо побеждать. Предназначение свыше. Встретившись со смертью в шестилетнем возрасте, Он услышал голос с неба, как гром. Не умрешь, но будешь жить. Голос Божий сопровождал на протяжении жизни. Ангел-хранитель оберегал от смерти и проклятий. Бог проговорил, вот твоя жена. Она молилась, Боже, сделай моего мужа пастором. Через четыре месяца муж покаялся. Сразу после покаяния ради Христа и Евангелия оставили все и уехали на миссию. Евангелисты-блогеры. Авторы книг, песен и мюзиклов. Садоводы-предприниматели. Пасторы-миссионеры. Станислав Юлия Салтаненко. Иисус достоин славы. Давайте еще больше прославим Его. Аллилуйя. Аллилуйя. Он дает нам способность жить, преодолевать все трудности. И вчера я уже была свидетелем, как мой драгоценный супруг преодолевал болезнь. И слава Богу, я много раз видела, как покоряются бесы, как покоряются болезни, как уходит тьма, депрессия, всякий нечистый дух, который может приходить в нашу жизнь. И вера наша дает нам победу, побеждать. И вчера я видела, как мой супруг снова победил болезнь. И слава Богу, вы знаете, что помогает? Наши песни на нашем канале, можно сказать, хочется душевных песен послушать. А, я тебя люблю, а ты меня любишь. Но это не поможет тебе исцелиться или там от депрессии, или от духа злого, когда тебе убить всех хочется, да? А вот включаешь, вот я увидела, как пастор и муж мой включил так 2-3 часа на полную громкость песни, там, где Слово Божие, Псалмы Давида. И я увидела, как это Слово Божие вытеснило болезнь на глазах. Раз, и человек здоров. И это чудо Божье, то, что дает нам Господь. Он дает нам торжествовать, Он дает нам победу, Он дает нам способность видеть Его славу каждый день. Аминь. И поэтому благословляем вас и желаем в этом году еще больше вам побеждать во Христе Иисусе. Еще больше Господь наполнен нас силой. Еще больше дает нам познать Тебя через Твое Слово, познать истину сегодня, познать, Господь, Твою благодать, Твой Дух, чтобы жить в победе. Аминь. И преодолевая все, побеждая всякую проблему в этом Новом Году силой Божьей. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. И я, кстати, вспомнила, очень похожая была ситуация. Я была совсем молодая, моему супругу поставили диагноз «рак». Я помню, я была на пункте переговоров, тогда не было мобильных телефонов, это кажется, как будто полвека назад было. Не было интернета, ничего не было. Ну, короче, переговорный пункт из Кишиневской клиники, звонят он там и говорят, у вашего супруга рак. И мне, знаете, так стало плохо, что я там чуть не упала в этой кабинке, так ножки подкосились, так, знаете, сразу дух, смерти приходит, дух страха, и ты уже думаешь, а как жить вообще с этим дальше? Но я была свидетелем, как эта болезнь была побеждена силой Святого Духа, силой веры, силой Духа человеческого, который уповывает на Христа. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу. Господь больше достойно. Аминь, аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Поздравляю вас с Рождеством, с Новым Годом. И в Украине, вы знаете, 85% они положительно относятся. Это время Новый Год, Рождество. Они встречают это праздники. Это большое количество людей, поэтому нам надо потрудиться, чтобы они знали, кто является виновником этого вообще. Вообще торжества, праздника во всей мере во имя Иисуса. Пускай эта благодать придет в нашу страну и везде, куда достигает Слово. Аминь. И знаете, Евангелие, оно не меняется. Иисус, он не меняется. Слово Божие, оно не меняется. И вчера действительно я плохо себя чувствовал, что даже еле ходил так от дивана к столу. И мы сделали вечерю. И потом, что надо делать, когда такие вещи? Включить Слово Божье, прославление, поклонение погромче, и лечь под колонки, и пропитываться. И на тебя просто валит Слово Божье. Аллилуйя. Знаете, после нескольких часов, когда я пролежал бы, сил не было, начал себя лучше чувствовать, уже смог петь. А потом уже дальше встать и танцевать, и ходить, и радоваться Господу. Я сразу вспомнила стих библейский, что упражнения не так полезны, как благочестие. Вот пастор применил благочестие, прославил Господа, полежал в его присутствии, как настоящий благочестивый муж, и так полезно оказалось, лучше, чем что-либо. Помогло. Да, точно так же, когда ставили диагнозы, например, то, о чем Юля рассказывает. Что я делал тогда? Я радовался и ходил, проповедовал. Евангелие не меняется. Если враг приходит, то что надо делать? Надо на него наступать, да еще больше. Аминь. Если враг приходит, надо переходить в наступление. Надо не говорить, как мне все плохо, ой, 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 не хватает, болит, или еще что-то. Враг пришел. Врага надо побеждать. Аминь. 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 Это то, что есть в моем сердце. И знаете, мы благословены были в этом году. За этот год церковь, она умножилась, она растет и в Одессе, и в других местах. Труд, который мы осуществляем, он растет и умножается. Аминь. Мы открыли несколько каналов. Десятки тысяч подписались на каналы, на один, на другой. Десятки тысяч людей подписались за один год. Это хороший результат. Благословение, оно явно. Аминь. Ты веришь в благословение? Это очень важно. И Бог дал слово, чтобы мы были благословены, и желаю, чтобы ты вошел в это благословение. Аминь. И я сказал, Господи, а так мало сделано. Я поднял руки, я молился и говорю, Господи, Ты дал нам благодать на благодать. Наши силы, они ограничены, но Твои нет. И я молюсь о том, во имя Иисуса Христа, Господи, чтобы нам, вам, чтобы действительно то, что мы делали за жизнь, за десятилетия, во имя Иисуса, Господи, дай нам за год делать и достигать больше, чем мы делали до этого, во имя Иисуса. Отец, мы поднимаем наши руки, мы открываем сердца, Господи, чтобы наша жизнь, она была полноценна. Возьми нас как сосуды, возьми церковь Твою, Господи, и употреби. Для славы нашего Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал, Аминь. Да будет так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok